Всем привет! Баббл на связи! С вами Маша. И у меня на плечах плед, на ногах крутые носки, за окном бушуют ненастья, а это значит, что самое время составить топ-5 комиксов от плохой погоды. Комикс, который напомнит вам о приключениях. Цезарь великолепный, от авторов Алены Спиридоновой, Ярослава Анжаурова, Марины Прокопович и Яны Калестера. О чем этот комикс? О стимпанке, имперской России и малиновых пирогах. Необычно правда, но они здесь действительно есть. Комикс этот повествует, собственно, о самом Цезаре, его друге Августе и поломке их дирижабля. Да-да, они совершают воздушное путешествие. В общем, они вынуждены приземлиться в Ставрополе и, естественно, найти инженера. Но вместо этого они встречают очаровательную девушку Кристину, которая тоже не так проста, как кажется на первый взгляд. Стиль этого комикса напоминает старые классные мультфильмы. Остров Сокровищ или Пеппи Длинный Чулок решать вам. Но он просто очарователен и погружает нас в настоящий мир приключений. А скрытые в дополнительных материалах эскизы персонажей, ну, они просто потрясающие. А особый шарм комиксу придает справочник самого Цезаря. Это подобие дневника, который он записывает на самих страницах. В общем, если вам хочется погрузиться в атмосферу приключений в эту ужасную погоду, открывайте скорее Цезаря Великолепного. А мы не прощаемся с воздушными приключениями, точнее, мы врываемся в приключения космические. Самый звездный комикс «Тео. Круги на полях» от Анны Булатовой, Таи Макаревич и Романа Титова. Буквально первые страницы этого комикса вкидывают нас в историю классного парня, которому предстоит сгонять на землю, стать пособником, уздником и еще много кем, в том числе капитаном пиратов, которые промышляют всякими нехорошими делами. Откуда я это знаю? Да из комикса «Метеора», который, к слову, является законченной нашей линейкой, и вы можете прочитать его сразу после Тео. Если вас не увлечет история «Метеоры», хомяка по имени Зиги и каких-то там грибов, ну, вы многое потеряете. А еще тут бегает Габроид, который периодически всем напоминает, что, детка, ты просто космос. И если этот набор букв «Габроид» ни о чем вам не говорит, вероятно, вы включили видео от Баббл впервые в жизни, так что вам предстоит узнать еще много нового. Читайте Тео. Комиксы любви, магии и власти. Черный пес Алексея Волкова, Андрея Васина и Наталья Нестеренко. Черный пес – это буквально хард-рок кафе. Здесь вы найдете абсолютно все. Комикс этот у меня ассоциируется с чем-то по-настоящему осенним. Возможно, дело в этой альтернативной обложке, а есть еще основная и еще одна альтернативная, обязательно их зацените. Черный пес хорош как ни крути, в буквальном смысле. Хотя бы потому, что он поделен на 4 сезона и 4 десятилетия, что выглядит очень классно. Как вы понимаете, комикс этот хорош своей атмосферой. Конечно, в первую очередь, это история о любви. История любви Алексея, который в будущем станет черным песом, и его возлюбленной Анастасии. Но еще это потрясающая эпопея магии, рока и чего-то невероятного. В общем, обязательно читайте. И если вы знаете, кто уже такой черный пес, то вы, естественно, знаете нашу линейку без собой. А если нет, то вот вы о ней узнали. Потому что дальнейшая его история рассказывается именно без собой. Комикс, который напомнит об уходящем лете. Пиджаки и револьверы Юлии Журавлевой и Екатерины Морозовой. Такой летний, уютный комикс очень классно читать, свернувшись в своей комнате, под одеялом, в окружении подушек и, конечно же, с чашкой какао в руках, который, кстати, у меня уже остыл. Но это по-настоящему солнечная история. Она повествует об альтернативном мире, мире химер, команда которых собралась в своем баре Барракуда и надежно там обосновалась. И, кстати, у них тоже всегда солнечно. В этом комиксе мы наблюдаем сплошную химию между персонажами и химию в прямом смысле слова тоже. Вторая часть комикса поделена на небольшие стрипы. Это такие небольшие зарисовки о знакомых нам персонажам. Если вам хочется чего-то уютного, классного и напоминающего об уходящем лете, читайте скорее «Пиджаки и револьверы». И я напоминаю, что уже вышел четвертый том этой эпопеи, так что скорее читать. Конечно же, нельзя не упомянуть о множестве других комиксов, о которых вы могли не слышать, но которые вы просто обязаны прочитать этой осенью. Турбокарп – легкая социальная сатира о главном супергерое России. Магистр – комикс об одном из самых коварных злодеев Баббл. Майор Гром как на войне обеспечит вам погрушение в 2007 с Игорем Громом. Заговор единорогов откроет вам фэнтезийный мир, населенный самыми различными существами. Ярх расскажет о нелегкой жизни демона в аду и его предыстории до Бесобоя. Ну и провинциальные каникулы Димы Дубина расскажет вам об отдыхе Димы Дубина. Поверьте, у него есть что вспомнить. И я вам настоятельно рекомендую прочитать их все, ведь вы можете это сделать прямо после этого выпуска. Можете зайти на сайт Баббл или в наше приложение. Там вы можете приобрести абсолютно все наши выпуски в электронной версии. Комикс, который позволит вам найти себя в этом мире. Сокол авторства Валерия Евгения Францевых и Инги Канареевой. Нужно начать с того, что вы должны заценить две обложки. Одна альтернативная, вторая основная. Но это же настоящее произведение искусства. Собственно, как и сам комикс, который рассказывает нам о первом полете человека в космос. И нет, не о Гагарине, а о Викторе Соколове. В 61 году состоялся первый полет человека в космос. Виктор Соколов совершил первый полет, но он пропал со всех радаров и попал в пространственную временную аномалию. После чего начались его путешествия во времени. Возможно, в этом комиксе вы найдете то, что уже видели в каких-то фантастических фильмах, историях. Однако, этот комикс по-настоящему уникален, потому что он погружает нас в особенную атмосферу происходящего. Потому что рассказывает об обычном человеке. Не о супергерое с мышцами в плаще, лазером из глаз. О обычном человеке, который ищет свое место и дом в холодном открытом космосе. К слову, авторы этого комикса создали этот комикс не просто так. В свое время они прошли конкурс «Новый герой Вавл», который запускала редакция Вавл. И обогнали более чем 100 претендентов и победили в честном голосовании. Так что этот комикс по-настоящему достойен найти своего читателя. Самое главное, в руках у меня долгожданный том Сокола, в котором собраны все вышедшие на данный момент части. Если были бы духи с запахом свежих страниц, я бы их обязательно купила. Потому что это просто великолепно. Ну что же, я представила вам свой топ комиксов Баббл, которые обязательно спасут вас от осенней хандры. Напишите мне в комментарии ваш любимый осенний напиток, под который очень классно читать комиксы. Всем пока!